Привет, друзья! Когда-то очень много лет назад, там, короче, когда я показывал свои картины, мальчики так реагировали. Что за мазня такая? Девочки так реагировали. Ой, как интересно! Да, девочки более доброжелательные, конечно, миролюбивые, миротворчество за ними стоит, заботливость, берегини они, да. А мальчики, они всё время меряются между собой, кто из них так круче там и так далее. Ну, это просто смешно, конечно, но это для подростка нормально. Для подростка нормально. Но сейчас, когда я уже повзрослел, я пишу картины, там, книги пишу, там, и психологией, и философией занимаюсь, и в картинах у меня вот это всё есть. И сейчас, когда будет выходить новая книга, мы туда уже фотографируем мои картины, там будет 30 картин. Ну, а текст книги, конечно, будет о методике, технологии, философии, человек-творец и так далее. Вот эту картину я уже показывал. Но я каждый день её совершенствую. Потому что я смотрю, нет пока у неё вот этого, ну, вдохновенного полёта. Пока ещё душа не раскрылась. Работаю до тех пор, пока душа не появится. А душа всё-таки это полёт. Это не только грусть, не только переживание. Состояние внутренней свободы. Это состояние Творца. А вы берите, пишите, может быть, мне ещё немножко поработать над чем-то, потому что я всегда прислушиваюсь к советам. Я читаю все комменты, прислушиваюсь к советам. Да, пожалуйста, пожалуйста. Это же новость из мастерской. Мы же все вместе создаём науку человечности. Там мне уже пишут такие комменты замечательные. Что такое свободно, что такое любовь, что такое воля. Да, что такое человек и что такое достоинство. Это очень важно. Пишите, пишите. Да, свойства человечности. Человечности. Пишите, пожалуйста. И советы давайте. Конечно, решения принимаю я сам. Но я прислушиваюсь. Это даёт мне почву не отрываться от земли, а находиться между землёй и небом. Потому что если совсем в небо уйдёшь... Да... Друзья, некоторые улетают. Приходится их пускать на землю. Метод ключ для этого. Чтоб был баланс. До встречи.